Песня Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дома-дома далеко, потому что здесь вокруг, сколько едешь, поля, это фермера, но в основном живут. И люди, которые не обязательно фермера, но просто имеют больше земли, чем в городе, да, то есть это будет пару акробов земли, и они живут так друг от друга далеко, не так, как в городе, как в дом возле дома. Айова штаб холмистый, поэтому здесь, конечно, красивые земли, они неровные, такие вот холмами, и летом очень красиво. Мы уже подъезжаем к селению Шеритон, здесь много, кстати, живет людей Советского Союза бывшего, да, Россия, Украина, не знаю, какие там еще болгары даже есть, ну, болгары эти наши, которые жили когда-то в Санкт-Петербурге, по происхождению болгару. Кстати, в каждом практически маленьком городишке вы будете наблюдать аэродром для маленьких самолетов, потому что многие американцы имеют маленькие самолеты. Самолеты обычно, они не такие дорогие, чтобы вы понимали, вы не думаете, что там миллионеры их имеют. Это не обязательно быть миллионером, они не очень дорогие. Только что, наверное, очень тяжело приобрести права, наверное, там много чего надо, классы какие-то проходить или учения какое-то. Это, наверное, заморочка большая. Этот городишко имеет огромный от магазинов такой центр, где база, база от магазинов, хайви называется, там вывеска большая, набирает на работу, чтобы вы понимали, в Америке, да, вот люди, которые работают на погрузчике, ну, вот на мультикаре, да, такое, они начинают, на стартовая цена 22 с чем-то в час, и через год 25, почти 26 долларов в час человек будет зарабатывать. Нехватка рабочих в Америке очень большая, поэтому везде сейчас платят очень хорошо, но люди почему-то разленились и не хотят работать. Эпидемия лени, как я всегда говорю. И вот мы приехали из города, городишко Шерти. Я его так чуть-чуть объезжаю, потому что мы едем на кладбище, а кладбище немножко в сторонке, ну, просто так сделано оно как будто в сторонке. И вот мы съезжаем сюда уже к кладбищу. Шерти, Айова. Я когда приезжаю, город тишины, я вспоминаю фразу, жизнь человека не зависит от избытка его имения. Здесь есть фирма, которая делает памятники, все здесь через дорожку получается. и вот мы с вами находимся в городе тишины. Солнышко светит. Американские кладбища, они достаточно сделаны удобно, то есть, аллейки такие, машиной можно ездить, нету грязи. Травку косят обычно, обслуживают кладбище. Это, ну, это, наверное, городская какая-то, потому что, когда покупаешь землю, это входит в то, что не обкашивает травку. Это город, от города фирма эта. И вот так вот выглядят кладбища. Люди очень часто здесь делают проходочки, если вы увидите, вечером ничего удивительного, если можно увидеть человека, который просто ходит, потому что здесь тихо и нету машин. Наши кладбища американские, они не выглядят страшно. Вот как в нас обычно в Украине заходишь, какой-то страх нападает на тебя. Здесь это вообще не так, это как-то наоборот, это как-то расслабляет немножко, какое-то такое умиротворение приходит тебе. И сразу понимаешь, что ты следующий, да, как ни странно. Сейчас мы запаркуемся, чтобы никому не мешать. Вот так вот выглядит. Оно большое достаточно, это кладбище. Разные памятнички, то есть они в этом кладбище не разрешают ставить ограды. Можно только вот обелиски такие ставить, ну по-украински обелиски, я не знаю, по-русски, но тут памятник типа, да. Здесь старые есть, давно люди умерли, недавно. Вот человек умер, Джан Бенет, в 867 году и умер в 935 году. Это его, видно, жена. В 61 году умерла, в 878 году, когда ращение. Может, дочь даже. Нет, дочь не может быть, 67-й, 10 лет разницы нет. Точно жена, наверное. Вот. Так что, разные есть люди. Здесь вот Бенет, тоже, это, видно, семья какая-то целая. Семья целая здесь. Здесь тоже. Даниэл. Тоже ихняя семья, похожая, Бенет, семьи, потому что фамилии уже разные, но, видно, находились в этой семье, потому что вот в 832 году, в 903-м умер человек. В 39-м родился, в 934-м умер. То есть разные есть памятники. Очень много здесь нашего народа уже лежит, европейцев. Имею в виду Советский Союз. Мы это место выбирали с моей мамой. Мы что-то думали, что папа наш первый уйдет из жизни. Но получилось так, что мама ушла первая из жизни, потом папа, потом сестренка моя. Потом перед моей сестренкой ее дочь, маленькая, она мало прожила, две, а потом моя сестренка. Так что, вот мои родные люди здесь лежат. Мой папа с мамой. Мой папа любил лошадей, и кто-то ему, видно, с внуков поставил лошадку. Я уверена, что это папы и мамы, и внуки моего брата, наверное, детки. А мама моя любила гусей, она всегда держала гусей. Там и ей поставили тоже гуси. Наталья и Григорий. Папа родился в 28-м году, умер в 9-м. Мама родилась в 40-м, умерла в 8-м. Моя сестренка Лена. Много деток родила. Была женщина, моя любимая сестренка. Она всегда в моем сердце, и очень-очень ее не хватает в моей жизни. Это ее дулатся, маленькая Илья. Очень классно. Город тишины. Птички поют. Здесь тоже целая семья. Одинаковые фамилии. Израэль. 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 Джордж Оскар. Израэль. Я не знаю, или это их родословная Израэль. Тоже целая семья Израэль. И там Израэль. Интересно получается, этот человек, Джордж Оскар, родился 29-го января и 30-го уже умер. То есть это был малыш совсем. В 16-м году. В 1916-м. Этот прожил 10 лет. Нет, 11 лет. И умер. Это детки, получается. Детки, получается, умерли. Не знаю, что происходило. Но реально, это в маленьком возрасте они все погибли. То есть целая семья. Или они рождались и умирали через какое-то время. Непонятно. Но это реально все маленькие люди. И это, похоже, родители, потому что эти люди жили долго. Это женщина. Она, похоже, родилась в 83-м и в 64-м умерла. Может, это дети этих всех людей. В 877-м, в 41-м умерла. Я, короче, не знаю. Но это тоже семья целая. И американцы, походу, как-то стараются хоронить всех как-то, ну, династиями. Так что, друзья, вот так выглядит американское кладбище. Мы еще сядем машиной и проедемся. А я благодарна вам, что вы со мной прошлись. Проведали моих родных людей. Спасибо вам. Сейчас проедемся чуть-чуть. Проедемся сейчас. Здесь дорожки практически ведут к разным местам кладбища. То есть, к любой стороне идет вот такая асфальтированная дорожка. Я же говорю, у нас нет грязи. Везде все скошено, чистенько, красивенько. Это везде так. Мы сейчас проедемся чуть-чуть. Я хочу вам до конца показать это все. Так, объедем кладбище это. Как вы видите, эти развилочки везде чистенько, ухожено. Очень даже. Достаточно огромное это кладбище. Поэтому мы вот сюда заворачиваем, но туда оно идет дальше. В разные стороны. В американские кладбища они похожи чем-то друг с другом, но и при этом бывают очень разные. То есть, и похожи, и разные в одном. Но структура кладбища такая же будет. Чисто, убрано, покошено. За этим всем следит город. Обычно. Вот. Так что, друзья, благодарю еще раз, что вы делили время и проведали моих родных. Я вам всем желаю добра и мира. Благополучия. Прекраснейших выходных у меня будет. Домашний такой выходной. Дома я буду. До новых встреч в Ютубе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok